Всем привет! Меня зовут Алина и сегодня я очень рада, потому что мне очень нравится тема нашего ролика И первая часть этой тематики произвела довольно большой резонанс, судя по комментариям И вы узнали довольно много нового и интересного, что мега круто, потому что в этом, мне кажется, самая главная суть Ютуба Что создатель видео и зрители обмениваются какой-то нужной информацией друг с другом и прокачивают тем же самым себя и свою жизнь Речь пойдет о следующих пяти интереснейших трюков из психологии, которые помогут тебе выстроить прекрасные взаимоотношения с новыми людьми И улучшить ваши отношения и общение с уже существующим социальным кругом, скажем так Но перед началом ролика маленький такой анонс и маленькое важное обращение к моим студентам, зрителям Если ты студент бакалавриата, как я, либо специалиста, либо магистратуры, то не упуская возможности поучаствовать в Олимпиаде студентов, я профессионал В Олимпиаде могут принимать участие студенты абсолютно разных специальностей и в чем главная суть, зачем стоит там поучаствовать Все очень просто, цель проекта это помочь талантливым студентам в бесплатном обучении на магистратуре в ведущих вузах И в том, чтобы получить опыт и карьерные возможности в крупнейших компаниях А золотые медалисты Олимпиады получат большой денежный грант Участие бесплатно, поэтому решайся, узнавай информацию и регистрируйся строго до 18 ноября Ссылка будет в описании, поэтому переходи, читай информацию и желаю тебе удачи Я думаю, это реально клевый шанс и очень важно такие вот возможности замечать, браться за них и пробовать себя Не в этом ли главный кайф в принципе вообще жизни? И первое важное правило это переставай извиняться за все подряд Особенно в случаях, когда слово извини абсолютно неуместно Его нужно заменять абсолютно другим, а именно благодарностью Мы часто любим говорить Ой, слушай, извини, что я опоздал, была там пробка или была какая-то ситуация Там не мог просто выехать раньше, блин, ну извини, виноват, конечно Но вместо этого стоит сказать Слушай, большое тебе спасибо, что ты меня подождал сейчас Я просто не мог выехать раньше и вот на пару минут задержался Ситуацию это не изменит Вы опоздали там, ну в теории на 15 минут И это уже факт Но вместо того, чтобы ваше общение начинать с негативной такой вот ноты Можно сделать наоборот ее позитивной И человеку дать понять, что он клевый, что он подождал Что он вот не злой на вас Может, конечно, не злой, но тем, чтобы так правильно начать диалог Это злость, она поутихнет точно Либо иногда мы говорим Ой, извини, что тебе пришлось все это выслушивать только что Я отнял так много твоего времени, просто вот ни на что Конечно, этой фразой я пытаюсь человеку сказать спасибо Потому что я ценю, что он меня выслушивал Но почему же я не говорю спасибо А говорю это с каким-то контекстом извинения Что, боже, извини, что ты вот мой хороший друг или знакомый И что мы вообще общаемся Я делюсь порой с тобой чем-то и грустным Не только чем-то радостным И неудивительно, если у этого человека останется такое послевкусие Подсознательное Что, слушай, может реально зря вот я вообще на это время тратил И как-то и человек чувствуется виноватым, наверное, тоже не зря Наверное, реально вообще фигня какая-то была, а не диалог Поэтому заменяем подобную фразу на полную противоположность Я так сильно ценю такие вот диалоги И большое тебе спасибо за то, что ты нашел для меня время И выслушал, и поддержал Для меня это очень-очень ценно и важно И вуаля Вы из двух абсолютно разных посылов Выбирайте позитивный и самый лучший Следующий прием Он довольно манипулятивный И, честно говоря, я даже думала Стоит ли его включать, потому что он слишком действенный Начну с того, что все мы люди, которые живут в социуме Если, конечно, вы не смотрите данное видео Из какого-то леса, где только вы И откуда-то взялся еще интернет Ну, надеюсь, что... Хотя, вся своя жизнь Как бы там ни было, нам важно то, что у нас думают другие люди Нам важно чувствовать принадлежность Нам важно нравиться другим людям Нам важно порой, как минимум, иметь вот нейтральные взаимоотношения И нейтральное мнение других о нас И на этом, в принципе, строится все, о чем пойдет сейчас речь Если кто-то, особенно если этот кто-то в наших глазах Довольно уважаемый человек Или человек, который нам нравится Если он составил о нас какое-то позитивное мнение Возможно, даже лучше, чем мы есть на самом деле, да? Либо это какая-то позитивная характеристика Которая на самом деле не так уж и характеризует нас на самом деле Но этот человек этого не знает В общем, этот человек составил свою картинку о нас Очень позитивную Делится ею с нами И мы хотим этого мы или не хотим Мы пытаемся ей соответствовать Даже если она не соответствует внутренне нам Допустим, вы делаете какой-то проект по учебе Или по работе совместно с другим человеком Но с ним вы еще ни разу не работали И вы понятия не имеете, какой он в работе То есть не подведет ли он вас Будет ли он выполнять свои задания Будете ли вы вообще как-то правильно работать, коммуницировать и все такое И чтобы повысить шансы на успех Просто скажите этому человеку эту фразу Слушай, мне так импонирует то, что ты такой ответственный человек И за что бы ты ни брался Вот ты все доводишь до конца Вот за все берешься так серьезно Вот так основательно И поэтому я так рада, что мы с тобой делаем проект вдвоем Потому что это идеальная комбинация Ты супер! Как результат, этот человек, скорее всего, вас не подведет Либо же будет все делать хотя бы для того, чтобы этого не произошло Он будет для вас ответственным Потому что он знает, что сделай я что-то не так Я потеряю вот эту веру даже какую-то в себя Так как я в первую очередь потеряю эту картинку в глазах этого человека Тебя, допустим, да? Это клево использовать в таких вот позитивных целях Чтобы человек вас там не подвел Чтобы его как-то настроить на какую-то позитивную волну Но не манипулировать как-то с негативными потекстами Это вообще то, что я не одобряю Следующий психологический прием заключается в том Чтобы даже по телефону следить за тем С какой мимикой вы говорите В реальном общении очень большую роль играет Растикуляция, играет интонация, играет мимика Играет какое-то изменение тона в каких-то ситуациях Когда, допустим, вы с сарказмом что-то говорите Чтобы этот сарказм был понятен Что это не на серьезе было сказано Ну, в общем, все это, ну, процентов, наверное, 80 нашего общения Это реально мега важно И влияет на то, располагает ли тебя человек напротив тебя сидящий Либо абсолютно нет Но когда мы говорим по телефону Понятное дело, что наша жестикуляция, мимика, все такое просто отпадает Но что же остается? Что самое главное, что влияет на то, какой настрой мы задаем нашим словам? Это улыбка и правило разговаривать с улыбкой по телефону Когда я об этом узнала от своего друга Который работает как раз-таки в этой вот сфере И очень много общается с другими людьми Мне это так врезалось в голову Вот этот его совет Что с тех пор, мне кажется, я всегда разговариваю с улыбкой по телефону Особенно, когда это звонки, допустим, в какой-то там банк Либо в какое-то учреждение, где мне что-то нужно от других людей Все ваши предложения с улыбкой полностью отличаются По интонации, по энергетике, по какому-то темпру голоса От ваших слов, которые вы произносите без улыбки Вы просто можете поставить на паузу видео и протестировать это Сказать одно и то же предложение с улыбкой и без Но желательно, конечно, чтобы никого не было с вами в одной комнате Потому что иначе, я думаю, это было бы немножечко странно В следующий раз, когда вам будет кто-то звонить Либо вы будете кого-то набирать Сделайте такой маленький чек на то, что сейчас я буду говорить с улыбкой Огонь погас! Когда я рассказала о следующем психологическом приеме своему знакомому Это было примерно полгода назад Я помню до сих пор его реакцию И вот дикое удивление, мы ехали в машине Он повернулся для меня и такой, типа Ты серьезно? Это просто для меня открытие века Честно говоря, для меня само это был полный переворот вообще Моего мышления и переворот картинки того, как я думала устроенные Человеческие взаимоотношения Если тебе очень хочется выстроить симпатию между тобой и другим человеком Попроси его о помощи Не сделай что-то для него Не сделай все для него А попроси помочь его тебе Это полная противоположность тому, как мы привыкли думать В плане, обычно наше мышление это вот Я помог тебе, а значит ты должен меня полюбить за это Ведь я потратился в этом время силой И вообще я такой весь классный И вот соизволил, слушай, вот тебе сейчас помощь оказать Но наш мозг так не думает Для этого феномена есть несколько интересных причин Наш мозг думает, ага, раз я помогаю другому человеку, значит он мне нравится И не важно, нравится ли он вам, ваш мозг так думает, потому что это нелогично Помогать кому-то, кто тебе не нравится Вторая причина, это тот факт, что мы любим то, во что мы вкладываемся Потому что начиная вкладываться во что-то, мы не хотим зря тратить время И мы хотим вкладываться дальше, чтобы уже развивать то, что мы уже посеяли, так сказать И последнее, когда ты просишь кого-то помочь тебе Как пример, тебе нравится парень, но вы, допустим, еще не особо знакомы Либо знакомы, но совсем на каком-то таком уровне приятельском Самый лучший способ ваше общение развить Это найти что-то, в чем он лучше тебя И попросить его тебе, конечно, в этом помочь Этим самым мы даем этому человеку почувствовать себя Очень нужным, очень классным Очень каким-то крутым специалистом в чем-то Человеком, которого вот не заменить, потому что я обращаюсь именно к тебе Обожаю осень и эту погоду За окном резко стало мега темно и включилось в бокс И я не знаю, как бы такой шум снимать И перейдем к самому последнему пункту Но для начала вопрос Какие люди нравятся тебе? Каких людей ты обожаешь видеть в своем окружении И быть вообще, в принципе, в их компании? Какая у них энергетика? Как они себя ведут? О чем они говорят? Что они рассказывают? Как можно их вот глобально прям обозначить? Мой ответ был бы Это люди с горящими глазами Это люди, которые светятся от позитива От удовольствия к жизни От удовольствия и любви к другим людям Это просто максимально светлые, открытые, энергичные ребята Ребята! И для меня очень важно быть таким вот человеком для других людей Потому что, мне кажется, в этом есть смысл общения Давать энергию другим людям И брать и позитивную энергию Просто вот обмениваться чем-то прекрасным Чем-то наполняющим тебя Именно поэтому мой пятый совет Вам это настраиваться перед встречей с другими людьми На вот такую позитивную и такую положительную ноту И если ты чувствуешь, что у тебя на предстоящую какую-то встречу Нет энергии, нет сил, нет желания общаться Нет желания рассказывать, делиться чем-то Нет какого-то энергетического ресурса, скажем так, на другого человека Перенеси эту встречу Лучше сделай это завтра, послезавтра Но не заряжай других людей тем, с чем ты не разобрался сам Возможно, какие-то проблемы, какие-то дела, которые ты не выполнил Какие-то мысли, которые тебя очень сильно загружают Справься сначала с этим, а потом начинай взаимодействие с другими людьми Все-таки, наверное, я не буду говорить это как совет Вот, делай так, подожди, перенеси, настройся Потому что это довольно такой специфический момент И это, наверное, больше я рассказываю о том, как делаю я И что помогает мне быть для людей, человеком, который не напрягает их А наоборот, им что-то дает Это как раз тот случай, когда эгоизм может быть здоровым И эгоизм нужен, потому что пока ты сам себя не исправишь Себя не зарядишь И не наполнишь, ты не можешь ничего дать другим людям Потому что когда нам плохо, когда мы в плохом настроении Когда мы злые Мы всем этим поражаем других людей Мы огрызаемся Мы резко какие-то слова и высказывания говорим Мы можем обидеть кого-то, потому что нам просто плохо Потому что нам нужна помощь И я по такому правилу всегда Вот все последние года, мне кажется, действую Это то, как я чувствую, то, как я все-таки вижу, наверное, общение с другими людьми Короче, ребята, пока я снимала этот ролик Произошло очень много разных вещей и явлений Допустим, мой костер то исчезал, то загорался Дождь, то начинался, то заканчивался Солнце то выходило, то заходило Софтбокс то включался, то выключался Короче, одни приключения Я так сильно хочу, чтобы сегодняшнее видео дало вам что-то новое, интересное и полезное Потому что это для меня самый большой подарок И благодарность, если вы напишите о том, что было для вас новым и классным в этом ролике Не скрою, что буду рада вашим пальчиком вверх В подписке на мой инстаграм Там много разных постов Полезной информации И я очень стараюсь над тем, чтобы писать реально то, что актуально для вас и для меня И очень вас люблю И пока Субтитры сделал DimaTorzok